С детьми человек должен быть очень терпеливым, очень бдительным, очень сознательным, чтобы не говорить ничего, что может помешать возникнуть их собственному разуму, чтобы не обращать их в христиан, индуистов и мусульман. Человеку нужно безграничное терпение. Однажды происходит чудо, и ребенок сам начинает задаваться вопросами. И даже тогда не давайте ему готовых ответов. Готовые ответы никому не помогают. Готовые ответы глупы и тупы. Помогите ему стать более разумным. Вместо того, чтобы давать ему ответы, дайте ему ситуации и вызовы, чтобы его разум обострялся, и он спрашивал глубже. Чтобы вопрос проникал в само его ядро. Чтобы вопрос становился вопросом жизни и смерти. Но это не позволено. Родители очень боятся. Общество очень боится. Если детям позволить оставаться свободными, кто знает, они могут никогда не вступить в конгрегацию, к которой принадлежали родители. Они могут никогда не прийти в церковь, католическую, протестантскую или вообще какой бы то ни было. Кто знает, что случится, если они станут разумными сами по себе. Тогда они выйдут из-под вашего контроля. А это общество идет глубже и глубже в политику, чтобы контролировать каждого, чтобы захватить душу каждого. Именно поэтому первым делом они должны разрушить доверие. Доверие ребенка к самому себе. Уверенность ребенка в самом себе. Они должны сделать его неуверенным и испуганным. Как только он начинает дрожать, его легко контролировать. Если он уверен в себе, его нельзя контролировать. Если он уверен, он утвердит себя. Он попытается сделать все по-своему. Он никогда не захочет ничего делать так, как это делает кто-то другой. Он отправится в свое собственное путешествие. Он не будет удовлетворять никаких чужих пожеланий. Он никогда не будет подражателем. Он никогда не будет тупым и мертвым человеком. Он будет настолько живым, до такой степени пульсирующим жизнью, что никто не сможет его контролировать. Разрушьте его доверие. И вы его кастрировали. Вы отняли у него сил. Теперь он всегда будет бессильным. Ему всегда будет нужен кто-то, чтобы над ним властвовать, чтобы им командовать, чтобы его направлять. Теперь он будет хорошим солдатом, хорошим гражданином, хорошим националистом, хорошим христианином, хорошим мусульманином, хорошим индуистом. Да, он будет всем этим, но не будет настоящей индивидуальностью. У него не будет никаких корней.